А вы можете сказать, ну как вы очутились в Отраднинском районе, кто вас пригласил, как вообще получилось, что вы там оказались? Как я там оказался? Да. По личной просьбе губернатора. А где и при каких обстоятельствах он попросил вас об этом? Это происходило в Генской церкви, к нему приезжали люди с Отрадной по поводу главы района и по водопроводу. Иванович лично попросил съездить и узнать всю обстановку. А скажите, пожалуйста, а вы раньше с Вениамином Ивановичем общались? Я много чего расскажу при встрече. А раньше Вениамин Иванович просил вас помогать в каких-то других вопросах? Да. Например, в каких? Ну, я ездил в мобильное приемное, участвовал. То есть, значит, Вениамин Иванович попросил вас, чтобы поехали и выяснили там обстановку, да? Да, да, да. Это при людях было. Скажите, пожалуйста, а за вами правда ли, что за вами приехала машина из администрации Отрадинского района? Да, машина главы района приезжала за мной в 8.30 в день скоро. Скажите, пожалуйста, а вот вы выполнили свою миссию, ту, которую вам поручил Вениамин Иванович? Вы собрали, доложили или как? Нет, мы не выдали это сделать. А кто вам не дал это сделать? Копалов и Чипановский. А кто это такие? Чипановский это управдиланы. А каким образом они не дали вам сделать? Что они сказали? Не надо или что? Не дали им Чипановский. Выдал в кабинет и начал там угрожать. Короче, сейчас мне не рестнист. Ну, я могу предпочитать, чтобы рассказать более подробно. Понятно. Вот, а Топалов мне, Александр сказал, не надо с Вениамином Ивановичем. Детится, мы сами все ладим. Все порешаем и людям поможем. Это кто он сказал? Это Попалов есть, такой, департамент внутренней политики. Он возглавлял путь в выборный штаб губернатора.